Сегодня стали известны новые шокирующие подробности семейно-огнестрельной трагедии в поселке Черемша в пригороде Азбеста. 21 сентября 44-летний охранник с Малышевской изумрудной фабрики Николай, прежде работавший водителем в отделе вне ведомственной охраны местного ОВД, расстрелял из охотничьего ружья 12-го калибра, по слухам из-за ревности, свою супругу Яну, работницу местного отделения банка, и ее мать-пенсионерку. После чего, как предполагалось, он и сам покончил счеты жизнью. Позже полицейские обнаружили в квартире на улице Шевченко три мертвых тела с огнестрельными ранениями. Как сообщил в комментариях агентства УРА.РУ, несостоявшийся тесть семейного расстрельщика, военный пенсионер Олег Фомин, Николай был ему не совсем, чтобы взять. На 24 сентября у Яны с Николаем была назначена свадьба, а за 4 дня до нее будущие тесть с зятем решили поохотиться. Подготовили ружья, но из-за ливня остались дома. Олег в тот день позвонил жене, но та трубку не брала. Он домой вернулся и ужаснулся увиденному. У Нины на руке был тонометр, она давление мерила, а значит, не предполагала, что произойдет минуту спустя, сообщил Фомин журналистам. Уточнив, что на кухне он обнаружил пустую пол-литровку из-под водки и пустой объемом в граненый стакан пузырек из-под спирта. Значит, Николай выпил в общей сложности литр водки. И к нему Белочка пришла, уверял в интервью человек, потерявший в тот день и дочь и жену. По его словам, у Николая была плохая в смысле выпивки наследственность. Дескать, его отец 8 лет назад также покончил счеты с жизнью. И с прежней женой Николай развелся в прошлом году из-за плохих отношений. Насчет Белочки есть, конечно, сомнения. Обычно белая горячка наступает после резкого алкогольного воздержания на фоне абстинентного синдрома. Хотя не суть. Алкогольный психоз ничем не лучше той самой пресловутой Белки.